Музыка 24 апреля все равно остаются незаживающие раны в судьбе армянского народа. Это трагедия, это боль, которая доходит через десятилетия, столетия, уверен, что будет раздаваться и сквозь тысячелетия. Музыка Спустя 101 год мы вновь и вновь возвращаемся к этой теме, поскольку эта тема является животрепещущей и очень болезненной для каждого армянина. Музыка Во время Первой мировой войны Османская империя совершила то, что многие международные эксперты и историки назвали одним из величайших актов геноцида. Гигантская по масштабам резня армянского населения унесла жизни более полутора миллионов человек. Прошел 101 год со дня чудовищного преступления против армянского народа, которое открыло с собой череду геноцидов и этнических чисток 20 века. Своей безнаказанностью породило нацизм и фашизм. Замалчивание фактов геноцидов в свое время стало одним из мощных факторов развития нацизма в Германии в 30-е годы. Гитлер, начиная политику уничтожения евреев, славян, других народов, как раз говорил, кто сегодня помнит о геноциде армян. Поэтому люди здравого смысла, здоровой воли, они не имеют права забывать об этих событиях ни в коем случае. Тот широкий сегодняшний геополитический контекст и те процессы, которые происходят в мире, и совершенно очевидно становится, что непризнание геноцида со стороны Турции, со стороны еще ряда стран, поведение Турции последнее в отношении курдов в Сирии, в отношении самой Сирии и сирийского народа, в отношении Ирака, еще раз подтверждает, что те панасманские идеи, которые она вынашивает, и тот удар в спину, который она в очередной раз нанесла России, которая доверилась и подумала, что турецкий нынешний режим может быть союзником и даже стратегическим партнером, все это еще раз подтверждает, что любое непризнание какого бы то ни было геноцида, не только армянского народа, оно чревато. Оно чревато тем, что политика продолжает оставаться циничной, и именно эта политика сегодня сдвинула тектонические плиты, а именно миллионы беженцев оказываются за пределами своих стран, с Ближнего Востока, из Африки, в Европе, та циничная политика, которая, то, что называлось реал политик, реальная политика, которая привела и к Первой мировой войне, и ко Второй мировой войне, и мы вдруг начали и заговорили о возможности Третьей мировой войне. Вот именно осознание того, что этот цинизм из политики должен уйти, и для этого надо просто договариваться, что где те красные линии, что можно в современном мире делать, а от чего нельзя. До Первой мировой войны и геноцида во всем мире было около 4 миллионов армян. Более 2 миллионов жили на территории Османской империи. Армения стала первой страной в мире, в которой христианство утвердилось в качестве официальной религии. В Османской империи армяне, не являясь мусульманами, совершенно официально относились к людям второго сорта. В конце 19 века положение армян-христиан в Османской империи, в которой правили мусульмане, было достаточно тяжелым. Политика, приведшая к геноциду армян, была обусловлена прежде всего господствовавшей в Османской империи идеологией пантюркизма, отличавшейся нетерпимостью к нетюркским народам. Совершенно неправомерное утверждение о том, что якобы геноцид армян был обусловлен Первой мировой войной. И якобы в ходе Первой мировой войны было решено избавиться от армян, как от агентов влияния России. Это неправда. Дело в том, что геноцид армян планировался давно, заранее. Это была спланированная акция. И мы знаем, что первые признаки этого геноцида, они еще, по сути дела, в султанской Турции раздавались, при Абулгамиде, даже раньше. И сами молодотурки, придя к власти, первым делом как раз устроили в некоторых велоетах настоящую резню, в ходе которой уже в 1909 году было вырезано 30 тысяч армян. Уже в 1909 году. То есть, конечно, планы составлялись, отрабатывались, оттачивали методикой геноцида, из тюрьмы выпускались отпетые уголовники, привлекались регулярные войска, жандармерия для истребления армянского населения. Поэтому этот миф о том, что это все было как бы спонтанно, как некая реакция на что-то, это совершенно не выдерживает никакой исторической критики. Совершенно очевидно, что политика геноцида главной своей целью составила создать огромное, моноэтничное, по своей сути, турецкое государство, так называемый Великий Туран, который должен был доходить чуть ли не до Урала. Сегодня политика, по сути, продолжается культурного геноцида. Мы знаем, что происходит с армянскими святынями на территории Турции, на территории тех районов, которые контролируют боевики, которыми финансируются и так далее. Поэтому, к сожалению, фактор непризнания геноцида сегодня со стороны режима Эрдогана обусловливает такие печальные последствия продолжения политики уже культурного, скажем так, геноцида. Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом 20 века и признан многими государствами мира. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Геноцид армян признан авторитетными международными организациями Совет Европы, Европарламент, Парламент Латинской Америки, Комиссией ООН по военным преступлениям и Подкомиссией ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств. Но турецкое правительство уверено, что армяне не подвергались геноциду, и более ста лет они отрицают этот факт. Известная встреча Папы Римского и нашего патриарха Кирилла. Результат этой встречи – озабоченность, которую они совместно выразили в декларации о дехристианизации Ближнего Востока. Мы видим, как рушатся церкви, как просто вырезаются целые деревни, и, безусловно, это никак не допустимо. Но это все та же самая политика непризнания любого акта вандализма. Когда Турция сегодня изо дня в день загоняет свой народ в многолетние лживые какие-то механизмы, обманывает изо дня в день свой народ, я думаю, что последствия этого обмана будут очень плачевными для этой страны. И мы видим, что уже на сегодняшний день назревает понимание того, что официальная власть скрывает многие доказанные исторические факты. И мы видим это не просто по наблюдениям, но и по конкретным действиям турецкого народа, в частности турецкой интеллигенции, что является очень примечательным, и турецкой молодежи. Достаточно вспомнить такую акцию, как «Армяне, простите нас». Эта акция была организована представителями турецкой интеллигенции. И кроме того, что несколько тысяч человек были активными участниками проведения этой акции, еще десятки тысяч представителей турецкого народа подписались под петиции, которые они приняли. А суть этой петиции была в том, что турецкий народ просит прощения у армян за то величайшее горе, которое произошло, имело место быть в период Первой мировой войны. И таким образом мы видим, что созревает это понимание. И я надеюсь, я уверена, что спустя еще какое-то время, когда все больше слоев турецкого населения будут приходить к этому пониманию, тогда мы получим некую адекватную, объективную оценку тех событий. И не важно, что мировое сообщество каким образом реагирует, когда внутри страны будет назревать процесс переосознания, вообще изменения всего того, что раньше казалось другим, когда выяснится, что вся та история, которую испокон веков они изучали, была на самом деле несколько другой. Я думаю, что вот этот кризис, внутри государственный кризис, он поможет Турции стать на верный путь. И этот верный путь будет базироваться именно на признании исторической справедливости. В настоящее время считается, что нет ни одной армянской семьи, история которой никак не перекликается с геноцидом. Поэтому для потомков тех самых армян и просто для армянского народа стало делом чести донести до человечества правду. Более ста лет армяне борются за признание геноцида во всем мире. Им важно не сочувствие, им важно признание того, что их почти истребили, а потом множество лет отрицали этот факт. Мы, армяне, это созидательный народ. И во всех тех государствах, во всех уголках планеты, где мы обосновывались, мы всегда творили. Мы творили культурную ценность, мы творили какие-то важные объекты, архитектурные какие-то сооружения. Мы творцы на самом-то деле. И армяне никогда не становились инициаторами каких-то конфликтов, каких-то негативных явлений. Мы на самом деле всегда были настроены на конструктив. Мы искали мира, согласия со всеми соседями, которые нас окружали. И в этом контексте является крайне обидно и оскорбительно, что именно такой народ-творец оказался заложником такой жестокой исторической правды, как геноцид. По мнению большинства историков и политологов, Армения должна добиваться не только международного признания геноцида, но и устранения его последствий. Ведь армяне не только подверглись геноциду на этнической территории, но и лишились Родины, материальных и культурных ценностей, что является не меньшим преступлением, чем геноцид. Сегодня, я думаю, что все здоровые силы в мировом сообществе вправе ставить вопрос. Должны этот вопрос мы все ставить. О необходимости возврата исторической справедливости. Оно позволит людям вернуться на свою Родину, наконец. Ведь люди лишены Родины. Это продолжается и сегодня. Только на основе общих позиций неприемлемости, ни геноцида, ни патрицида, ни политики выхолощивания культурного наследия армянского народа, которое сегодня продолжается и на территории Сирии, в том числе это происходит сегодня, и поддерживается режим Эрдогана. Без признания неприемлемости всего этого мы не сможем все вместе двигаться дальше в стабильное будущее. Продолжение следует...